Добрый день, семиклассники! Мы продолжаем цикл уроков по решению задач на составление системы линейных уравнений. Сегодня мы с вами рассмотрим задачу на процентную концентрацию. В народе говорят, что эту задачу еще называют задачами на банке. Итак, рассмотрим задачу из учебника номер 1122. Учебник Макарычева. Читаю условия задачи. Смешав кислоту 70% и 48% концентрации, получили 660 граммов кислоты 60% концентрации. Сколько было взято кислоты каждого вида? Итак, пусть х граммов – это вес 70% раствора кислоты. Тогда непосредственно самой кислоты без воды в этом растворе содержится 0,7х граммов. Как мы это получили? 70% – это в переводе на десятичную дробь 0,7х. И мы умножаем на целое, то есть таким образом мы находим часть от целого х. 0,7х граммов – это вес кислоты в данном растворе. Пусть у граммов – это вес 48% раствора кислоты. Тогда 0,48 умножить на у граммов – это вес непосредственно кислоты без воды в этом растворе. Составим логическую интерпретацию к нашей задаче. Пусть в первом растворе, который весит х граммов, концентрация самого вещества 0,7х. Вот он, 70% у нас раствор. К нему прибавили еще раствор у граммов 48%, который содержит 0,48у кислоты. Что мы в результате получили? В результате получили 660 граммов 60% раствора. Нетрудно посчитать, что если мы 0,6 умножить на 660, то получим 396 граммов непосредственной кислоты в окончательном растворе. Посмотрите, у нас получилось два уравнения. Первое уравнение – х граммов плюс у граммов равно 660 граммов. Второе уравнение – это связано непосредственно с кислотой, которая содержится в каждом из растворов. 0,7х плюс 0,48у равно 396 граммов. Давайте попробуем решить данную систему способом алгебраической подстановки. Выразим х через у из первого уравнения. Получим х равен 660 минус у. И подставим это значение х во второе уравнение системы. Но здесь у нас не очень хорошие коэффициенты, поэтому стоит вначале их умножить на 100. Получаем новое уравнение системы. 70 умножить на 660 минус у плюс 48у равно 39600. Раскрываем скобочки, приводим подобные слагаемые, в результате получаем. Х равен 660 минус у, 22 у равно 6600. Отсюда х равен 360, у равен 300. Теперь интерпретируем результат, полученный к задаче. 360 граммов – это вес кислоты в 70% растворе. 300 граммов – это вес кислоты в 48% растворе. Записываем ответ. 360 граммов – 300 граммов. Задача решена. Ребята, мы сейчас рассмотрим еще один тип задач. Задачи экономического содержания. Рассмотрим задачу 1120 из учебника Макарычева. Имеющиеся 45 тысяч рублей клиент банка разделил на две части. Одну из них положил на вклад депозитный, доход по которому составил 9% в год. Но нельзя было снимать деньги в течение года. Другую часть он положил на вклад до востребования. Доход по которому составлял 1% в год. Однако в любое время можно было взять деньги полностью или частично. В результате общий доход, полученный клиентом за год, составил 3410 рублей. Сколько денег вложил клиент на вклад депозитный и сколько на вклад до востребования. Ребята, составим модель к задаче. Для этого введем буквенное обозначение. Итак, пусть х рублей клиент положил на вклад депозитный. У рублей положил на вклад до востребования. Всего денег было у клиента 4500 рублей. Значит, 4500 равно х плюс у рублей. Рассмотрим наши два вклада. Депозитный, до востребования. Сумма х и, соответственно, у. Процент доход за год 9%, что составляет 0,09. И 1%, что составляет 0,01. Тогда доход в рублях составит за год на вкладе депозитный 0,09 умноженное на х. А доход в рублях на вкладе до востребования составит 0,01 у. Всего же доход, который клиент получил в банка с депозитного и до востребования вклада составил 3410 рублей. Поскольку наши х и у должны удовлетворять двум условиям, первому условию и второму условию, у нас получается система двух линейных уравнений, которые нам предстоит решить. Умножим второе уравнение системы на 100. В результате получим х плюс у равно 45 тысяч, и 9х плюс у равно 341 тысяч рублей. Заметим, что коэффициенты являются одинаковыми при перемене у 1 и 1. Мы знаем, что систему можно не только складывать, но и вычитать уравнение в системе. Итак, вычтем из второго уравнения системы первое. Получим 8х равно 296 тысяч рублей. Отсюда х будет равен 296 тысяч рублей, деленное на 8, что составит 37 тысяч рублей. Найденное значение для х мы подставим в первое уравнение нашей системы, откуда получим у. У будет равен 45 тысяч минус 37 тысяч рублей. И равен 8 тысяч рублей. Итак, интерпретируем наш результат. 37 тысяч рублей клиент положил на вклад депозитный. И 8 тысяч рублей клиент положил на вклад до востребования. Ответ. 37 тысяч рублей и 8 тысяч рублей. Итак, дорогие семиклассники, мы с вами рассмотрели 4 типа задач. На самом деле задачи еще куда больше. Это и задачи бытового, практического содержания, и задачи на совместную работу. Домашнее задание. Учебник алгебры 7 класс Макарчев. Номера 1098, 1103, 1112, 1108. И не пугайтесь, что так много задач. Решите столько, сколько сможете. Главное, прочитайте, пожалуйста, пункт 45, страницу 219-223, чтобы закрепить знания, которые вы получили на наших уроках. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня нам с вами предстоит очень занимательная минутка. Минутка в каком плане? В том, что мы с вами будем повторять. У нас сегодня урок об общении, который будет звучать так. Человек в экономических отношениях. Каждый день мы с вами попадаем в какие-либо отношения. Но вот интересно, что же это за экономические отношения? Я предлагаю вам немного вспомнить. Человек. Он участник экономических отношений. И я думаю, я не открою для вас какую-то новость. Он производитель услуг и товаров. Он продавец. Он покупатель. Каждый раз человек участвует в чем-то новом. Слово экономика многозначное. Посмотрите, пожалуйста. Экономика – это совокупность экономических отношений. Это организация и состояние хозяйственной деятельности. Это, наконец, наука, которая изучает экономические отношения. Я думаю, вы это вспомнили. Вы это знаете. Вы молодцы. Идем дальше. Кто же является участниками экономических отношений? Посмотрите, пожалуйста, внимательно и проговорите про себя. Участники экономических отношений. Это производитель, который получает прибыль. И это потребитель, который получает пользу. Итак, вспомнили? Вы молодцы. Вспоминаем дальше. Ведь вы все это знаете. И важно помнить, что производитель отвечает на три главных вопроса. Что производить? Как производить? Для кого производить? Следующий момент. Производители создают экономические блага. А что же такое благо? Я думаю, что все вы помните. Это то, что удовлетворяет нашу нужду. Каждый раз, приходя в гости на дни рождения, вы говорите, я желаю тебе всех благ. То есть вы говорите, чтобы у тебя не было нужды. Запоминаем. Итак, посмотрите, пожалуйста. Для того, чтобы создать что-то, существуют две формы хозяйствования. Натуральное и товарное. Натуральное хозяйство – это хозяйство, в котором все производится для собственного потребления. А товарное – товар – это то, что производится для продажи. Идем дальше. У экономики есть главная проблема. Я напоминаю вам эту проблему. Посмотрите на этого потребителя. Его суть в чем? Мои потребности безграничны. Но мы помним, что ресурсы ограничены. И в этом главная проблема – экономики. Вспомнили? А теперь давайте немножечко-немножечко с вами повторим. Посмотрите, пожалуйста. У вас на экране будет появляться вопрос, а ответ будет появляться позже. Читайте про себя внимательно и проговаривайте. А я буду открывать ответ. И если ваш ответ совпал с моим, вы молодец. А если немножечко вы ошиблись, я думаю, что вы еще раз запомните и будете знать правильный ответ. Что такое выручка? Сразу обращаю ваше внимание на этот знак. Прибыль и выручка – это разное. Это не одинаковое. Выручка – это денежная сумма, которую производитель получает, продав весь товар. А прибыль – это разница, посмотрите, пожалуйста, между доходами и затратами. Я желаю каждому производителю, каждому предпринимателю, чтобы его прибыль была как можно больше. А мы с вами идем дальше. Производство, как правило, не рождается просто так. Для того, чтобы оно было прибыльным, нужно просчитать затраты. Но я напоминаю вам, что затраты бывают не меняющиеся в зависимости от изменения объемов производства и затраты, величина которых меняется в зависимости от объема производства. Вам нужно вспомнить, как называются одни и другие затраты. Я думаю, что вы вспомнили. Это постоянные, которые не меняются, и переменные затраты. Ну, например, переменные затраты, помните сырье. Например, если вы захотите себе купить пять пар джинсов, то производитель, который будет их производить, закупает сырье. И чем больше он будет выпускать джинсов для вас, тем больше будут его переменные затраты. То есть сырья он купит больше. А зарплата, например, администрации будет постоянной затратой. Смотрим дальше. Идем опять по терминам. Терминология – это основа всех наук. Учите ее хорошо. Вспомним стоимость, цена товара, торговля. Посмотрите, пожалуйста. Стоимость – это мера, с помощью которой определяется ценность товара. А вот, например, цена товара – это стоимость, которая выражена в деньгах. Помните, когда вы заходите в магазин, вы сразу смотрите на цену. Ценник выражен в деньгах. У нас в рублях. Торговля – это отрасль хозяйства, в которой происходит реализация товаров. И, как правило, путем купли-продажи, то есть по цене. Вы молодцы. Естественно, есть разные формы торговли. У вас на иллюстрации есть подсказки. Вспомните, пожалуйста. Импорт-экспорт. А вот, если мы посмотрим на потребительскую корзинку, то здесь лежит один калькулятор различной вкусности. Я думаю, вы поняли, что это внутреннее и внешнее импорт-экспорт, оптовая и розничная торговля. Вы молодцы. А мы идем дальше. Каждый день рядом с нами реклама. Для чего же она нужна? Итак, первая цель рекламы – информационная. Мы видим, какие товары красивые, как они стоят, как они нам помогают. Но вам нужно проговорить еще две цели рекламы. Для чего же она демонстрируется на экранах? Проговорили. Проверяем. Формирование предпочтений. То есть мы четко знаем, после того, как посмотрим рекламу, что же нам купить. Ну, например, какую зубную пасту или какие чипсы. Чипсы вредны для здоровья. Помните это. Напоминание. Напоминает нам, да, что нам нужно сделать. Может быть, куда-то поехать. Итак, цели рекламы мы с вами запомнили. Естественно, важную роль в нашей жизни играет бизнес. Бизнес и предпринимательство – это одно и то же. И что же такое бизнес? Проговорили. Проверяем. Бизнес – это деятельность, направленная на получение прибыли. То есть, если вы даже однажды что-то продали, вы уже занялись бизнесом. А в чем же отличие? Что же такое предпринимательство? Посмотрите, пожалуйста, да, у нас есть в государстве гражданский кодекс, который определяет, что предпринимательство – это деятельность систематическая, то есть, каждодневная, на свой страх и риск, которая направлена на получение прибыли. Каждый раз предприниматель рискует, он изобретает что-то новое, находит какие-то новые пути получения прибыли. А бизнесмен, посмотрите, пожалуйста, он использует уже существующую модель. То есть, он знает, как делали это другие, и лишь немножечко ее меняет. Формы и виды бизнеса. Посмотрите, пожалуйста, я напоминаю вам, что в науке выделяются производственный, торговый, финансовый, страховой и посреднический бизнес. Если мы посмотрим примеры этого бизнеса, то я думаю, что каждый из вас их знает. Проговорите про себя, просмотрите иллюстрации, а мы идем с вами дальше. Формы бизнеса. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, что находясь на рынке, вы видите ИП. Это индивидуальный предприниматель, есть товарищества, которые объединяют свои капиталы, и также есть акционерное общество. Я думаю, термины акции и дивиденд вам тоже знакомы. И вот очень интересный вопрос и очень интересное задание для того, чтобы вы повторили и угадали, что же это такое. С ним связано понятие дефицита, его недостаточно для каждой страны, а у кого-то им может быть и достаточно. Его неразумно некоторые тратят. Он бывает у государства и у каждой страны. Догадались? Это, конечно, бюджет. Доходы и расходы. И, конечно, я предлагаю вам немножечко себя проверить. Найдите лишнее. Прочтите первое предложение, прочтите второе, третье, четвертое. Я думаю, вы догадались, потому что мы сегодня делали важные акценты на этих предложениях. Проверьте себя. Естественно, в первом лишним будет накопительное, потому что торговля бывает только розничная, внешняя, внутренняя. Во втором будет квартплата, потому что зарплата, стипендии, пенсии – это доход. Зарплата, кредит и аренда – это постоянные затраты. Я напоминаю вам о них. Дефицитный, профицитный и сбалансированный – это виды бюджета. Итак, домашние задания. Составьте синквейн по теме экономика. Я думаю, что у вас получится замечательный синквейн. Спасибо большое. Работайте с удовольствием. Здравствуйте, уважаемые ребята. Тема нашего урока – правописание частиц. Сегодня мы поговорим о правописании частиц и научимся различать слитное и раздельное написание частиц. Но для начала давайте вспомним, что же такое частица. Во-первых, это служебная часть речи. Каково же ее значение? Она вносит в предложение различные оттенки значения или служит для образования форм слова. Частицы могут писаться как раздельно, так и через дефис. Например, Эти ботинки мне как раз в пору. Или Вот бы похвастаться ими. Скажи-ка, где ты их купил? Вспомним то, что для вас не ново. Местоимения с частицами КОЕ, ТО, ЛИБО, НИБУДЬ пишутся через дефис. Например, КОЕКТО, КТОЛИБО, ЧЕГОНИБУДЬ, КОЕКОГО. Если частица КОЕ отделена предлогом, то тогда она пишется раздельно. Например, КОЕУ КОГО, КОЕ ОЧЕМ. Частицы ТО, КА пишутся через дефис. Зачастую они употребляются в разговорной речи. Например, А ВОВОЧКА-то на уроках не слушает. А вызовем-ка родителей в школу. Через дефис пишутся устаревшие частицы. ТКА, ТКО, ДЕ, ЭС. Например, ПОКАЖИТЕКА, ОНДЕ, НУДКА, ГЛЯДИТКО, ИЗВОЛЬТЕСЬ. Эти слова вы можете встретить в художественной литературе. Частица ТОКИ. С ней нужно быть внимательными. Все-таки пишется через дефис. Также, если эта частица находится после наречий, глаголов и других частиц, она пишется через дефис. Все остальные случаи пишем раздельно. Например, Мы все-таки успели к поезду. Все-таки всегда пишется через дефис. Мы успели-таки к поезду. Обратите внимание, успели-это глагол, а после глаголов частица ТОКИ пишется через дефис. Или Мы таки успели к поезду. Здесь частица ТОКИ находится после местоимения. В таком случае мы пишем раздельно. Какие частицы всегда пишутся раздельно? Где-то здесь они были. Но были же. Верно. Были же. Итак, раздельно пишутся частицы. Бы-б, ли-ль, Ж, Ж, Например, Хорошо бы погулять. А не нужно ли тебе делать уроки? Я же сделал их час назад. Обратите внимание, частица Бы-ли-Ж, независимо, после какой части речи она находится, пишется, эти частицы всегда раздельно. Далее. Но здесь такой очень важный момент. Не спутать частицы Бы-ли-Ж с союзами. Тоже, так же и чтобы. Чтобы не допустить такой ошибки, вам нужно частицу Бы-ли-Ж перенести, ее можно перенести в другую часть предложения, либо опустить. Если это возможно без ущерба для содержания предложения, тогда мы пишем частицу раздельно. Например, Я так хочу, чтобы лето не кончалось. Чтобы частицу Бы мы не можем здесь ни опустить, ни перенести в другое место. Поэтому пишем слитно, и чтобы будет являться союзом. Следующий пример. Что бы ты хотел в подарок? Попробуем частицу Бы перенести в другое место. Например, Что ты хотел бы в подарок? Перенесли частицу Бы, без ущерба для содержания предложения, значит, пишем раздельно. Следующий пример. Ты выучил правило? Я тоже его выучу. Итак, попробуем опустить Ж. Ты выучил правило? Я то его выучу. То есть, смысл предложения, содержание предложения не ясно. Рассмотрим другой пример. Я выучил то же правило, что и ты. Попробуем опустить частицу Ж. Я выучил то правило, что и ты. Содержание предложения не искажено, поэтому пишем раздельно. То есть, видим, здесь частицу Бы мы можем перенести в другое место. Частицу Ж мы можем опустить, значит, это частицы, и они пишутся раздельно. Раздельно пишутся следующие частицы. Их нужно запомнить. Как будто, как раз, все равно. Например, ты как будто бездельничаешь. Я как раз собирался учить. Ты меня все равно не обманешь. Запомните написание этих частиц. Итак, повторим правописание частиц. Раздельно пишутся частицы Ж, ЛИ, БЫ, но их нельзя путать с союзами. Также, тоже и чтобы. Далее, частицы КО и ТО, либо НЕБУДЬ КА пишутся через дефис. Также пишутся через дефис устаревшие частицы. ДЕ, С, ТКА и ТКО. Частица ТАКИ пишется через дефис после наречий, других частиц и после глаголов. Но после других частей речи пишется раздельно. Итак, закрепим наши знания. ПОДИ-ка ты сюда, ПРИСЯДЬ-ка ты со мной. Итак, частица КА, запомните, всегда пишется раздельно. Следующий пример. Степан не решился ТАКИ идти прямо в усадьбу. Частица ТАКИ нужно посмотреть в данном случае, после какой части речи она употреблена. Решился – это глагол, поэтому пишем через дефис. Нельзя ли пожалеть о ком-нибудь другом? Частица ЛИ всегда пишется раздельно. Ком-нибудь вспоминаем кое-то, либо нибудь. Дефис поставить не забудь. Пишем через дефис. Он бы тотчас ушел, если б не ЛИЗА. Вспоминаем, частицы Б и Б всегда пишутся раздельно. Следующий пример. Ведь были ж схватки боевые, да говорят еще какие. Итак, Ж всегда пишется раздельно. Следующий пример. Барин ДИ завалился спать, можно заглянуть кое-куда. Итак, частица ДЕ, устаревшая, пишется всегда через дефис. Следующий пример. Кое-куда. Частица кое пишется через дефис, так как предлогом она не отделена. Следующий пример. Я хотел, чтобы осень была теплой. Попробуем опустить частицу Б. Я хотел, что осень была теплой. Невозможно ее опустить, поэтому пишем слитно. В данном случае, чтобы является союзом. Следующий пример. Нет у меня ничего, чтобы я мог тебе оставить. Попробуем перенести частицу Б в другое место. Нет у меня ничего, что я мог бы тебе оставить. Перенесли без ущерба для содержания предложения, значит, это частица, и частицу Б мы пишем раздельно. Итак, домашнее задание. Параграф 59. Выучить правило на странице 190. А далее вы можете выбрать одно из двух заданий. Первое. Упражнение 352. Списать и раскрыть скобки. Либо выписать из художественной литературы 10 предложений с раздельным и дефисным написанием частиц. Либо, используя частицы, написать небольшое сочинение. Просьба мамы. Желаю вам удачи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова